В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. 13-часовая задержка вылета в Анталию завершилась, но вопросы остались. Администрация области и чиновники агропромышленного комплекса отчитывались перед карагандинцами в прямом эфире. В области начались выпускные балы. Мы сообщали, что вылет карагандинских туристов в Анталию 18 июня был задержан на 13 часов. Разговор о качестве авиаперевозок в Казахстане мы решили продолжить и сегодня. Безнадежно испорченные отпуска настроение на нуле. 18 июня более 200 карагандинцев все же были отправлены в Анталию с задержкой на 13 часов. Подобное случается не впервые. Это не отрицают и представители фирмы авиаперевозчика «СКАД». Качество может появиться только тогда, когда на первый план станет человек, а затем прибыль, которую можно получить. Не выдавая качественную услугу, можно потерять клиентуру. Этого боится каждый предприниматель. Но не у нас. Совковое мышление прочно засело в нашем сознании. Лучше компенсировать неудобства, причиненные пассажиром, чем заняться перестройкой отношений и внутри коллектива, и с клиентурой. Потерянный день отпуска людям не вернешь. Мы эти места в чартерном самолете продаем туристской компанией. Туристическая компания, согласно договору, там пункт есть. Если задержка более 6 часов, мы обязаны компенсировать эту туристическую компанию. Они, в свою очередь, своим клиентам компенсируют. То есть тут у нас отношение с туристическими компаниями, с туроператорами, они уже дальше тоже вопросы урегулируют. Так что за задержку и туроператор «Абсолют», и авиакомпания «СКАД» несут ответственность перед пассажирами, согласно заключенному между компаниями договору. По факту задержки, мы компенсацией уже занимаемся этим делом. Возможно, две компании договорятся и возместят ущерб, причиненный пассажирам. Но утерянную радость от долгожданного отпуска вернуть будет невозможно. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Ернур Жумарт, Первый, Карагандинский. В очередной раз случилось возгорание дома номер 43 по улице Лободы. По словам жителей, это уже третий пожар за два дня. 18 июня около 4 часов дня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре кровли жилого дома номер 43. По прибытию к месту происшествия сотрудниками противопожарной службы было установлено, что загорелись деревянные конструкции чердака на уровне пятого подъезда. Пожар был полностью ликвидирован около 4 часов дня. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сколько бы жильцы не закрывали вход на чердак, всегда кто-то срывает замки. По словам жителей, на крыше часто ходят подростки и наркоманы. У жительницы пятого этажа после пожара появилась дыра в потолке. Кто это будет восстанавливать, она не знает. Это считается поджог, надо искать виновных. Будем обращаться в Акимат и другие государственные органы. Если, я думаю, в крайнем случае, наверное, жильцы сами за свои силы должны восстановить это. Крайные это. Ну, значит, придется дополнительно по этой программе им взять деньги в государство. Следующие возгорания произошли около 4 и 10 часов утра. Благо, своевременная бдительность жителей дома не позволила допустить распространение пожара на всю площадь Кровли. Сгоревшая площадь не составила и двух квадратных метров. Сегодня третий пожар. Но уже в районе третьего подъезда. Своими силами здесь были ребята, сидели, они успели побежать, что смогли, своими силами сделали, потушили. Мы быстро приехали пожарные, потушили окончательно. Жители думают, что поджог был умышленный. Милиция и сотрудники противопожарной инспекции пока не могут точно ответить на это обвинение. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Юрнур Жамар, Первый Карагандинский. Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана предусматривает ускоренное развитие несырьевых секторов экономики. Это позволяет сделать казахстанский бизнес более конкурентоспособным. Программа направлена на создание промышленных производств и новых рабочих мест. В области введено в эксплуатацию предприятие по изготовлению труб для теплоснабжения. Данная компания тоже воспользовалась государственной помощью. Компания «Изоплюс» в Сент-Азиа производит предварительно изолированные стальные трубы для отопления и для прокладывания нефтепроводов в Казахстане. Проект, стоимость которого составляет полтора миллиардов тенге, реализован на территории специальной экономической зоны Сарарка. Годовая мощность завода – 4000 метров труб. Выход на проектную мощность осуществился в 2014 году. Рынки сбыта продукции – Казахстан, Россия, страны СНГ. «Завод занимается производством предварительно изолирования трубы для теплоснабжения. В первую очередь для рынка Казахстана на сегодняшний день ориентированы. Но в будущем у нас в планах есть до 50-40-50% работать на экспорт в страны СНГ, естественно, но и в таможенном союзе». На сегодняшний день завершен первый этап строительства. Из трех в дальнейших планах компаний построить два производственных комплекса с квадратуры каждой по 5000 метров. На данный момент на предприятии около 40 рабочих. Планируется поднять штат до 60 сотрудников, чтобы иметь возможность работать на две смены. «После того, как ребята проводят датчики сигнала утечки, труба приходит на стол запенивания. На столе запенивания мы также оцентровываем трубу по всем стандартам, сколько нам надо. И уже одеваем специальные крышки, делаем трубу герметично, чтобы пена не проникла наружу, как можно сказать». 80% сырьевой базы приходят из-за границы. Палеолы, циклопентан применяются в производстве для повышения качества пенополиуретанового свойства и для понижения естественных теплопотерь до 30%. Клиентами производства являются ТО «Теплотранзит», тепловые сети по всей республике. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. «Торговая марка Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галдек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Эта система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. В прямом эфире местного телеканала заместитель Акима Карагандинской области Галым Ашимов заявил, что следит за ценами на яйца. По словам чиновника, они не росли даже на Пасху. Оказывается, на выходе из птицефабрики куриные яйца стоят не больше 160 тенге за десяток. А все остальное – накрутка посредников и продавцов. В прямом эфире разговор шел о реализации государственных программ по развитию региона. В этом году заканчивается пятилетний план «Пора подводить итоги» и делать наметки на будущее. Для этого и собрались журналисты и чиновники области. Конкретный разговор шел о развитии агропромышленного комплекса региона. Как вы знаете, в этой сфере мы достигли значительных успехов. По итогам прошлого года зафиксированы рекордные урожаи зерновых культур за последние 30 лет. Объем сельхозпродукции вырос на 12%. По поручению главы государства идет масштабная работа по вовлечению в оборот используемых земель. И это лишь часть обширных деятельностей в сфере АПК. А сколько и какая сельхозпродукция поступает на стол к аргангельцам? Почему сельхозпроизводители устанавливают низкие цены на ярмарках, а затем они повышаются? Как происходит ценообразование конечного продукта? Вопросов было множество. Ответы были откровенные и полные. На сегодняшний день есть очень много программ. Программ «Дорожная карта бизнеса», программ «Агробизнес». Вы можете прокредитоваться, открыть свое предприятие и его перерабатывать на сегодняшний день. Надо же вложить усилия, руки, делать хороший проект, его надо закручивать. В декабре прошлого года подписали меморандум со всеми нашими птицефабриками. А у нас их пять, сказал заместитель Акима области Галым Ашимов в ходе прямого эфира. Да, в некоторых торговых точках был скачок цен, но они были поставлены на место. Даже перед Пасхой не было повышения цен на яйца. Цена выше 160 тенге за десяток не поднималась. Чтобы стабилизировать цены на яйцо, надо, чтобы птицефабрики сами отправляли свою продукцию в торговые точки и упаковывали их, как того требуют магазины. Кроме того, чиновник напомнил о сельскохозяйственных ярмарках. По его словам, они тоже помогли сдержать рост цен. Это первая, но не последняя встреча в прямом эфире с руководителями региона. Каждые две недели, уважаемые журналисты, мы будем встречаться здесь и обсуждать, какая работа проводится в рамках таких постпрограмм, как «Дорожная карта бизнеса», «Доступная жилье», «Развитие дорожной дюйственной структуры» и других государственных программ. Жители города Шахтинск вышли на митинг. Поводом публичного выступления жильцов стало выселение из квартир, в которых они проживали. А все по причине того, что спустя много лет вернулись настоящие хозяева жилых площадей. Целью разъяснить подробнее о нашумевшей истории департамент по исполнению судебных актов Карагандинской области организовал пресс-конференцию для представителей средств массовой информации. Судебные разбирательства между жителями города Шахтинск и судебной властью тянется уже третий год. Все началось с того, что 15 лет назад некоторые дома в городе Шахтинск остались бесхозными. Часть домов отрезали от электроэнергии, канализации и водоснабжения, а потом и вовсе снесли. Позже туда заселились новые хозяева и привели в надлежащий вид дома. Вкладывали деньги на улучшение жилищных условий. Через несколько лет появились бывшие хозяева и предъявили право на свое имущество. В данный момент есть решение Межрайонного суда города Шахтинска о выселении жителей из этих квартир. В этой связи департаментом судебных исполнителей, также территориальным отделом города Шахтинска были приняты меры по выселению, то есть в исполнении решения суда, вступившего в законную силу. То, что люди вышли на митинг, конечно, это понятно, но судебный исполнитель обязан согласно закону о бесплатном производстве исполнить решение суда. Как бы это регламентировано также конституцией законов о бесплатном производстве Казахстана. С таким решением жильцы квартир недовольны. За все это время они следили за жильем, сделали ремонт, оплачивали все счета, а теперь могут остаться без крыши над головой. Есть должник, сейчас которые выступают, должники, что их не надо выслать. А есть вторая сторона взыскателей. Завтра они тоже будут выступать. Они тоже без дома остались, допустим. Есть решения суда, которые они прошли все инстанции. Во многих случаях могу сейчас показать постановление касационной коллегии, постановление апелляционной коллегии. Все инстанции прошли, где коллегиальный суд рассмотрел, что должники обязаны выселить квартиру. Министерством юстиции совместно с Генеральной прокуратурой в закон об исполнении судебных актов были внесены некоторые изменения и дополнения. Если раньше должникам предоставлялся пятидневный срок для добровольного освобождения жилой площади, то сейчас таких позиций не существует. Решение суда указывает о том, что лица проживают в квартире незаконной. И, соответственно, судебный исполнитель – это только орудие исполнения решения суда. И поэтому говорить о том, что судебный исполнитель должен выносить эти вещи, он не должен этого делать. Лицо должно, осознавая, если он гражданин Республики Казахстан, соответственно, должен придерживаться Конституции всех законов, соответственно, он должен самостоятельно это исполнять решение, а не доводить до того, что, когда судебный исполнитель приходит, ставит вопросы об ответственности и в примудительном формате это все производит. Жители Шахтинска в любом случае могут обжаловать решение суда. Однако это не остановит процесс выселения. Решить проблему хотели бы мирным путем, говорят судоисполнители. Ладно выселять, но хотя бы компенсацию. Мы очень за за это только. И тогда бы вот это все вопросы, напряжение все бы снилось. Мы тоже так думаем. Позиция жителей не отдавать уже благоустроенные квартиры понятна. В данном случае судебные исполнители лишь выполняют свои функциональные обязанности. Гульнур Жакен, Алжас Габасов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Открытие промышленных объектов в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития будет продолжаться и в следующей пятилетке. За время первой пятилетки на карте индустриализации появились крупные производственные точки в Карагандинской области. Одна из них – товарищество с ограниченной ответственностью «Кораллпласт». Сегодня предприятие производит полиэтиленовые трубы диаметром от 14 до 800 миллиметров. Карагандинское предприятие по производству пластиковых труб «Кораллпласт» основан в 2007 году. На сегодняшний день компания производит полиэтиленовые трубы и фитинги высокого качества плотности на четырех технологических линиях германской фирмы. На производстве работает более 130 рабочих. За семь лет работы предприятия экспортируют свою продукцию в страны СНГ. Основная продукция производится для Казахстана. «Получаем поддержку мы в виде льготных кредитов, которые осуществляются на покупку оборудования, на пополнение оборотных средств, на покупку сырья для производства. Так что сейчас действует программа моногородов, тоже ощутимую поддержку. Ну и наш интерес возвращается в таможенном союзе по многим спорным вопросам, которые возникают по сырью и другим гражданам». Для изготовления пластиковых труб используется сырье от крупнейших европейских производителей. Диаметры выпускаемых труб от 16 по 800 миллиметров. Гарантированный срок службы – 50 лет. Качество всей продукции подтверждается результатами лабораторных испытаний с сертификатом соответствия. Только за год производство выпускает до 20 тысяч тонн изделий. «Еще есть другой цех у нас там рядом. Там мы выпускаем трубу от 50 до 250 диаметра. И вот сзади нас линия находится. Здесь мы выпускаем трубу от 315 до 800 диаметра». Область применения труб очень широка. Газопроводы среднего и низкого давления, системы холодного водоснабжения, напорной и безнапорной канализации, система трубопроводов кабельных сооружений, дренажные системы, промышленные трубопроводы для транспортировки. Продукция предприятия «Карл Пласт» успешно используется по всей территории Республики Казахстан. Жазираб Дреймова, Нурсултан Исаев, Ернор Жумарт, Первый Карагандинский. Казахстанские фотографы отправятся в экспедицию в Олутау. Фотоэкспедиция Олутау-2014 решили организовать члены общественного объединения «Фотоунир» с целью популяризировать искусство фотографий в Казахстане и научить любителей жанра делать профессиональные кадры. Идея организовать экспедицию родилась еще в прошлом году. Тогда фотографы снимали жителей казахстанских аулов и красоты степей. Правда, поскольку организация эта некоммерческая, оплачивалась поездка самими путешественниками. После того, как они вернулись домой, выпустили сборник самых лучших снимков. На этот раз фотохудожники решили отправиться в Олутау. Всего в составе 13 человек и фотографы из Китая. Хотим показать сегодняшнюю обстановку, сегодняшний вид, состояние этого исторического места Олутау. Вот это наши работы, а также будет вставлено 25-летию независимости. Мы будем ставить большую фото-выставку, а также выпуск фотоальбома. В этот вечер можно было увидеть много улыбок, радости и слез. Выпускники Абая прощались со своими школами и учителями. Впереди будущее. В этом году закончили 11 классов 297 выпускников Абайского района. Для них на площади перед ДК состоялся праздничный парад, в котором приняли участие педагоги, директора школ, друзья и родители. В день выпускного бала обязательно все жители приходят для того, чтобы поздравить выпускников, посмотреть на них красивых, повзрослеевших наших еще детей. Я от всей души поздравляю выпускников и моей родной школы-гимназии номер 10, и выпускников всех остальных школ города Абая. Добрый путь, ребята, чтобы у вас в жизни все было прекрасно. Завтра на рассвете закончится ваше детство, и начнется очень интересная студенческая жизнь. Пусть у вас все сложится. Добрый путь. Праздником вчерашних школьников поздравил заместитель Акима Абайского района. Семь выпускников района являются обладателем нагрудного знака Алтенбельги. Аттестат особого образца получило два выпускника. Более 100 баллов набрали 22 выпускника из 11 школ всего района. Я убежден, что каждый из вас будет успешно реализовывать задачи, поставленные президентом страны, Нурсултаном Абисовичем Назарбаевым, стратегии «Казахстан-2050». Для нашей молодежи открыто множество дорог, и каждая из них может стать счастливой. Смело шагайте по дороге жизни, и пусть во всем вам сопутствует успех. Пусть багаж знаний, полученный вами сегодня, станет мощным импульсом в развитии и процветании нашей Родины. Желаю вам светлого будущего, надежных, верных друзей и наставников. В добрый путь, дорогие выпускники! Выпускной дает новую точку отсчета. Школьные годы позади, и впереди кого-то ждет студенческая жизнь, кого-то в производство, кого-то армия. А в взрослой жизни на их плечи ложится большая ответственность. Прощай детство и здравствуй будущее! Алена Слиньконур, Султан Исаев, Бахтия Распанов, Перек-Гарагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Аман Сауболмстар. Субтитры подогнал «Симон»